скоро лето хочу себе сделать новые босоножки эти босоножки я себе делала прошлое прошлым летом на прошлое лето носили великолепно ничего нигде не отклеилась была у меня кожа вот такого цвета мне подарили хотелось мне что-то такое романтичное цветочек какую-то лилию но в общем то такая лилия получилась подошва полиуретан приклеилась отлично полиуретановым клеем все держалась и как видно что эти босоножки они просто клееные нигде вообще ничего не шьется то есть это в общем то задача несложная простая как на уроках труда берем склеиваем две части и все но это было на прошлый год и в принципе цвет обязывает сейчас купила вот такую очень красивую кожу видно наверное что она с таким тиснением как у крокодила что ли какая-то такая как чешуя но она чем красивенькая мне понравилось она во-первых переливается таким серебром она цветочками разноцветная в общем-то подойдет к любому к любой одежде такие босоножки не будут обязывать но в то же время они такие летние красивенькие но во всяком случае мне понравилась эта кожа я ее купила просто влюбилась с первого раза босоножки хочу делать закрытого но как бы немного закрытого типа почему мне хочется чтобы был виден принт вот здесь эти это были вот такие резанные просто полосочки потому что кожа была однотонной нужно было ее чем-то украшать украсить украсила лилией данном случае сама по себе кожа супер поэтому хочу чтобы было видно именно эта кожа у меня есть старые босоножки которые форму примерно хочу повторить как я это делала я брала малярный скотч и просто просто обклеивала ту часть которую мне нужно я хочу потому что видите она такая вот с изгибом и потом вот отмечала вот так вот потом маркера прорисовала соединение между подошвой и кожей и в результате и так заделала все потом оторвала отрезала по контуру который мне был нужен взяла ткань сейчас она уже помялась и что я сделала сейчас покажу я ее наклеила прямо вырезала вот это вырезано было наклеила и разгладила все наклеила вот так вот у меня что получилось наклеила и вырезала с припусками на подгибку с припусками на подгиб то есть здесь я вот обвожу а потом когда я вот вырезала вот эту часть то я добавила по сантиметру с каждой стороны ну в общем то и все разложила ну скажем так плоскость все вот эти мои изгибы разложила в плоскость к так как кожа она тянется даже если она будет плохо тянуться то можно ее есть такие растяжители либо даже просто водичкой можно ее намочить и растянуть теперь я взяла вот эту часть померила на свою ногу в общем то не очень подошло но сейчас покажу что я дорисовал а еще у меня было вот такое лекала это вот эта часть вот это вот эта часть вот очень важно чтобы она была правильной иначе будет неудобно нагевать здесь но это мне дала специалист которая выкройку которая занимается пошивом босоножек цеховики поэтому храню ее как зеницу ока вот это в общем то самая главная часть потому что все остальное может быть любые полосочки все все что угодно это даже может быть ткань джинсы но не важно что без разницы вот я вырезала нарисовала есть такая есть такой стержень специальный рисует по коже можно даже рисовать с лицевой стороны он просто стирается а есть к нему можно рукой стереть а есть к нему как бы корректор фломастер не фломастер не знаю что это но в общем то но стирают эту ампулку если что-то где-то нарисовали не так эта штука стирают но с обратной стороны уже возможно ничем а вот с лицевой стороны рукой просто все вообще стирается поэтому можно рисовать и с лицевой стороны но я с лицевой не рисовала потому что попробовала вообще ничего не видно поэтому решила рисовать с внутренней стороны то есть с бахтармян и смотрим перевела две части сюда перерисовала потом переворачиваю как бы получается на правый левый босоножек обвела без припусков на швы потому что я буду делать вот как я показывала вот такой срез потом на этой части у меня будет еще ну как бы вперед но я смотрела вопрос рисунка мне хотелось чтобы вот сейчас покажу вот эта часть вот она у меня получается зеленая это получится вот в этой части вот здесь зеленая и так цветочками поэтому вот эти бриты вот эти вот эти части для пятки которые за пятник я вырезал я выкроила вот здесь но не выкрою на рис перерисовала потому что я хочу чтобы вот это было вот вот это вот часть или вот эта вот часть я хочу чтобы она была у меня ну как-то вот начиналась зелененького и переходила в светлую часть вот так которая к ноге будет светлая часть поэтому я ее отметила себе иди тут у меня середина зеленым зеленой полосы вот этой вот широкой из-за этого невозможно в общем-то сильно экономить кожу потому что из-за принта ну в общем-то на себе любимой экономить и не буду поэтому я нарисовала здесь полосу где у меня проходит середина линии зеленого цвета и выкладываем сейчас объясню что это за линию я уже просто перерисовала на вот этой части я написала наружная сторона и внутренняя сторона это нужно для того чтобы я понимала здесь я тоже это отмечу чтобы я понимала на какую ногу правая левая потому что она может отличаться и вот я для начала выложила вот я положила и обрисовала припуски на швы тоже вот видно здесь прямо так продавила хорошо поставила точечку продавила хорошо поставила точечку и потом прорисовала линию сделала вот так сейчас объясню что вот это часть станет понятно и ответную часть и написала здесь внутренняя наружная буковки поставила в теперь взяла и перевернула потому что чтобы это было правое и левое точно также перерисовала что вот это вот у меня когда я положила на ногу вот эту деталь мне показалось что как-то пальцы слишком выглядают и я за задумала во всяком случае хочу обрезать так а там дальше видно будет я задумала что здесь в вырез впереди будет у меня немного меньше но во всяком случае пока пока так потому что обрезать всегда могу а вот добавить с этим уже невозможно будет поэтому я здесь отмерила сантиметры и добавила линию полукруглую а здесь мне тоже показалось что как-то очень на ноги не очень смотрится но в любом случае посмотрим как она будет смотреться потому что кожа и ткань все по-разному ложится так как я все делаю на своей ноге то все неоднозначно поэтому лучше я добавлю потом обрежу бой иначе будет невозможно вот и тут тоже я дорисовала сантиметр потому что внутренняя часть меньше наружной она в принципе возможно так и должна быть но в принципе никаких стандартов нет если вы посмотрите на фото босоножие кто там вообще скажем так а художник видит так как хочет поэтому здесь уже полет фантазии такой какой ну в общем то вам хочется я понимаю что вот это вот середина здесь я немножко могу вот так вот съехать чтобы просто немножко дальше сделать но в любом случае я могу вырезать эту деталь и уже на ноге до моделировать ее так как мне хочется поэтому лучше вырезать больше они меньше то есть скажем так 7 раз отмерь один раз отрежь потому что назад пути не будет вот это то что касается этой кожи но есть и внутренняя часть кожи она тоже в общем то делается вот здесь у меня внутренняя часть кожи сделана из подкладочной кожи вот такая была у меня кожа и вот она сюда легла вот которая верхняя кожа вот она была и они вместе вот так вот склеиваются вот поэтому всегда должна быть внутренняя кожа потому что если этого не делать то кожа свойственно растягиваться и вы когда их поносите либо же даже нога потеет и либо в дождь попадете ну все это будет вообще не ваша полнота и принципе носить вы их не сможете это будет очень большая проблема поэтому любые босоножки если вы хотите комфортно в них ходить то они должны быть двойные поэтому есть внутренняя кожа вот она здесь такая как бы замшевая бахтармяная а здесь вот гладкая наружная часть у меня будет гладкой внутренняя часть будет такая бахтармяная вот что я делаю я взяла старые здесь тоже у меня кстати были старые оторванные со старых босоножек что попалась хорошая подошва босоножки умерли подошва осталась поэтому решила дать ей вторую жизнь точно так и в данной ситуации это я тоже использовала те которые были у меня стельки и их обклеила точно так и делаю здесь то есть я беру прикладываю прикладываю и обвожу этим карандашиком и оставляю где-то сантиметр припуск потому что мне нужно будет загибать на эту сторону здесь я не буду прокладывать мягенькую мягенький слой потому что сама подошва сама стелька она уже с латексом ну что-то такое мягенькое тут уже есть поэтому это облегчило мне задачу здесь же я покупала специальную специальная такую мягенькую штучку она очень важна для босоножек потому что нога чувствует себя очень комфортно не делайте без просто на голую стельку ходить будет неудобно как в деревянных колодках но лично для меня так это принципиально важно для комфорта и любая обувь если вы возьмете эко все они стараются делать вот здесь мягеньким чтобы была амортизация это удобно комфортно приятно в ходьбе и это я вот вырезала не вырезала обвела одну часть можно 2 переводить можно просто перевернуть расплескать ее это же из расчета видите здесь вот получается вот из расчета вот сантиметр я везде отступила чтобы потом я могла сейчас покажу вот так вот загнуть на эту сторону я обвела и все так дальше такие же то есть и теперь все дублирую тоже обвожу вот эту часть перевернула опять вот эту часть то есть правый левый правый левый и здесь тоже где-то но и в общем то точно так и перевела переднюю переднюю часть по сути сам босоножек это же здесь видите добавила здесь сантиметр если не нужно будет я его обрежу и вот здесь тоже добавлю добавлю немного тут тоже у меня позволяет ширина то есть лучше десять раз перемерьте перепроверьте чтобы у вас все везде хватало на припуски потому что потом их нельзя никак это восстановить и вот здесь тоже у меня хватает добавить сантиметр и сделать немножко шире если нет лучше лучше перерисуйте испортите больше испортите больше кожи в том случае если вы будете десять раз одно и то же вырезать лучше продумайте один раз вот ну в общем то все детали я вырезала еще что нам нужно будет это из прошлых босоножек у меня была просто идея поставить сюда зеленую вот это рамочка не знаю как ее называют не поставила потому что обнаружила что когда от нее от ли ну клей прилип то когда я оторвала оторвался цвет и я поняла что это самая ну скажем так травматичная участок потому что она все время закрывается вот его без конца трется тут все и поэтому я поняла что это все сотрется и босоножки придут в негодность это у меня ленивая застежка вот поэтому решила не делать но почему хочу это показать все босоножки нужно будет все части кожаные кроме стелек нужно будет проклеить ленточкой любым это могут может быть какая-то тонкая ткань которая не тянется либо несколько вот таких как вот у меня получается атласные ленточки в общем то без разницы что зачем для того чтобы кожа не растягивалась при намокании при том когда нога вспотеет то чтобы она держала форму каркас точно так я сделаю и на вот этих частях которые пошире тоже будут вот широкие такие проклеенные внутренние части которые будут фиксировать мою кожу чтобы от растягивания здесь вот на вот этих косых деталях ни в коем случае нельзя клеить по косой потому что если приклеить по косой любую ткань она тянется и тогда теряется эффект того чтобы не растягивалась поэтому клеем допустим это у меня ленточка клеим вот так внутри отрезаем и клеим вот так она поуже должна быть и клеим вот так то есть их между собой склеиваем а здесь просто прокладываем и опять вот отрезаем и опять кусочек вот вот так клеится и сейчас покажу какой-нибудь кусочек ну допустим и вот так ну потолще нужно вот так то есть между собой они склеиваются для того чтобы была фиксация фиксации она не растягивалась